Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 сентября и вот я собрала последние свои солнечные томаты. Собрала их вот так вот в кучу в группу и я сейчас расскажу вам, почему именно эти сорта я так люблю, почему они у меня идут в числе первых любимчиков. Конечно есть любимые и красноплодные, но вот эти вот солнечные томаты, желтые, оранжевые, они у меня всегда идут почти самые любимые, но тут конечно не только из-за красоты. Я сейчас скажу, что их объединяет. Сейчас сначала назову вот это очарование. Каждый из этих сортов я на улице, почти каждый вам показывала, не показывала только золотую пулю и грушу желтую, по-моему их я не успела нынче показать, а эти были все показаны на улице. Теперь я вот здесь их покажу и для тех, кто не видел уличные обзоры, я расскажу немного. Вот например вот сорт 70 очарование, у меня он созрел одним их последних, потому что я рассказывала, что он растет около бани, а вообще это сорт раннеспелый. Если его высаживать на солнечное место, он может рано вам дать урожай. Отличается тем, что очень высокие, метр восемьдесят, два метра. Плоды собраны в кисти по 80 штук, огромные такие кисти, потому что они все вот по 100-150, это не черри, а вот такие именно огромные кисти вот таких вот. Потом оранжевый цвет, созревание, очень растянутое плодоношение, может зреть до самых морозов и он очень невосприимчив к заболеваниям. Я уже говорила, что один из самых стойких сортов. Но можно предположить, что если сейчас вот во второй половине сентября я собираю вот такие целые, здоровые, спелые томаты, то значит сорт очень устойчив. Дальше, вот я рассказывала про этот сорт, ой, подождите, передвинемся вместе с треногой. Вот про этот сорт банан желтый, но он, я хочу сказать, что он не один такой, есть банан желтый, а есть банан оранжевый. Банан оранжевый, вот он он, у меня осталось всего несколько штук, он почти такой же, как банан желтый. И у меня банан желтый, ой, перцевидный желтый, это все перепуталось с бананами. Он у меня под номером 65Б, потому что под номером 65 все перцевидные. Перцевидный красный просто 65, перцевидный оранжевый 65А, перцевидный желтый 65Б. Они все одинаковые формы, они все очень урожайные, удобны для консервирования, для хранения. Но вот перцевидный желтый и перцевидный оранжевый отличаются от красным, вот как раз теми качествами, которые объединяют все эти вот эти вот солнечные томаты, тем, что они подходят для льетского и диетического питания. Почему вот эти все томаты я собрала в одну кучу? Потому что у них есть одно достоинство, одно качество, которого нет у крупноплодных. Там большое содержание бета-кератина, что позволяет использовать для детского, для диетического питания и для приготовления, обратите внимание, гипоаллергенных томатозаготовок. Все соки, все пюре, все различные вот эти илечи и пасты можно делать с оранжевых томатов, и они будут, подойдут всем-всем, и детям, и пожилым людям. Так, перейдем к следующему сорту. Вот, я так вкратце рассказываю, потому что сортов много, а видео хочется, как всегда, укоротить. Вот к этому лампу Аладдина на улице я тоже показывала. Вот такие изысканные томаты различной грушевидной формы. Лампочка может висеть и вот такая толстенькая, может висеть вот такая изящная. Но все это один куст и один сорт. 146 лампа Аладдина. Тоже индотерминатный, очень урожайный. Я недавно показывала. Вот в такие поздние сроки они висят все целенькие. Вкус буквально весь увешан плодами. И сейчас передвинемся к сортам, которые в этом году я не показывала, не успела. Просто-напросто... Хуй, по-первых, милостинка. Вот ракета желтая. У меня всегда была, испокон веку, мы высаживаем ракету ранний сорт, которая как пальчиками мелкоплодная. В этом году первый раз посадила ракета желтая, очень удивилась. Похожа на Кенигсберг, на Южный Загар. Вот такие плоды огромные, летом были 300-граммовые. Вы понимаете, что это сейчас последние уже. Ну, все-все, собрала всех уродцев. И они, конечно, не так крупны, но все равно видно, что их предшественники на первых кистях, вероятно, были намного крупнее и намного красивее. Вот такой формы перцевидной. Как она написана, вытянута конусовидная форма, но мы их все называем перцевидные. Что Южный Загар, что Дуся желтая, что Кенигсберг золотой. И вот теперь у меня еще прибавилась ракета желтая, точно такой же сорт. Мясистые, сладкие, красивые, очень урожайные, много-много-много. И в открытом грунте, в теплице растут прекрасно, назначения универсальные для свежего употребления и для консервирования. И вот еще один сорт, вот эта золотая пуля, я вам летом о нем не рассказывала. Все эти сорта, когда я летом показывала вот эти, все они росли в неблагоприятных условиях. Очарование росло рядом с соседской баней в тени. Вот этот перцевидный желтый я показывала, рос под яблоней. Вот эта вот золотая пуля около собачьей будки рос там, где вообще не приспособлена для выращивания. И поэтому я их выделяю, потому что они у меня все прошли такие сложные испытания и показали хороший результат. Очень поздно осенью я их сняла, несмотря на это. Все плоды здоровые, очень удивила золотая пуля. Кусты были все увешаны, несмотря на то, что я не привязывала, не посынковала, никак не ухаживала. Хотя указано, что их нужно все-таки формировать и подвязывать. Они валялись на полу у меня рядом с сумасшедшими вишнями Бари. Если говорить о характеристиках сорта. Сейчас придвину маленько, чтобы посмотреть. Конечно, это сорт мелкоплодный. Вот ракета желтая рядом лежит, она 300 граммовая. А это 50-60 грамм. Но это именно тот сорт, который можно идеально для консервирования, для хранения. Сорт производитель заявлен как ранний, но у меня он был высажен в самую последнюю очередь. Его можно выращивать, ну можно самим регулировать. Будет он у вас ранний или будет он у вас самый последний. У меня он был сам последний, потому что посеяла в последнюю очередь, посадила в последнюю очередь. Ничего с ним не делала. Вопреки всему вырос, хотя позже всех созрел. Детерминатный, что очень хорошо. Как я теперь поняла, его можно выращивать, а по принципу посадила забыл. Так же, как дамские пальчики я много лет выращиваю. Так, еще что сказать. Но все устойчив к основным заболеваниям. Это даже написано у производителя. Но я теперь проверила и сама, что действительно он устойчив к различным заболеваниям. И так же, как все остальные вот эти солнечные томаты. У этого томата тоже присутствует это же самое достоинство. То есть у него повышенное содержание бета-кератина. Что очарование, что ракета желтая, что вот этот вот перцевидный желтый, что лампа Аладдина. Я уже все запуталась, у меня уже в глазах рябит от этих томатов. Скорее сезон закончить. Все они, из них продукция гипоаллергенная. Вот такие томаты можно употреблять детям. Можно употреблять тем людям, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. Знаете, что если повышенная кислотность желудка, то томаты потом вызывают изжогу. Вообще неприятное такое сжение. Там же кислота. У них очень мало вот этой кислоты. И совсем они другие по составу. Сладкие, вкусные. Все. Вот это мои любимые солнечные томаты. Но еще кроме вот этих достоинств целебного характера, в конце концов, они просто красивые. Сейчас осенью уже, когда холодно, дождь. В перемешку, там неизвестно с чем, уже скоро, наверное, снег полетит, пахнет снегом. Выйдешь, посмотришь, как висят вот в пустом огороде вот эти яркие лампочки. И лампочки не только Аладдин, а все они светятся как лампочки. Сразу повышается настроение. Хочется сразу мечтать уже строить планы на будущий сезон, чтобы снова их посадить. Чтобы они снова осветили твой огород вот этим светом. Так, еще два слова заказчикам. Вы видите, что у меня еще урожай идет, идет заготовка семян. Я уже и извинительные видео снимала. И посты выкладывала в одноклассниках, что подождите, ради бога. Все равно идут гневные письма. Собираетесь вы отвечать или нет? Собираетесь ли вы ссылать в номер? Я сейчас скажу так. Если кто-то не хочет, не может дождаться, напишите мне. Я верну деньги сразу же, вот прям в сегодняшний день. Потому что, ну так получилось, я не знаю уже как объяснять. Я же не могу взять вот эти прекрасные, красивые помидоры, пойти на свалку и выбросить, и не выдавить с них семена, прекратить заготовку, а сесть за компьютер и только печатать, печатать, печатать ответы. Я сегодня, для тех, кто интересуется, сегодня утром, с утра отвечала на заявки от 17 августа. Но это на почте. Те, кто в одноклассниках, тем придется ждать еще быстрее. Потому что в условиях заказа, я сразу говорила, заказы принимаю на электронную почту. В крайнем случае, если вы не можете, если у вас нет возможности, тогда уж в однокласснике. И я считаю, что в одноклассниках должна быть там меньшая-меньшая часть. Поэтому я сначала принимаю на почте, и потом уже буду в одноклассниках. На почте пока иду 17 августа заявки. Уже больше полмесяца прошла основную часть. Так что я сразу говорю, ну может быть у кого-то такая подвижная нервная система, что вот не могут они ждать. Им надо номер именно сегодня. Вот или сегодня, или никогда. Ну напишите, я верну вам деньги. Потому что последним, кто делал 25-го, 23-го, они уже пишут, требуют с меня номера. Я сразу говорю, что вам придет номер не скоро, потому что, видите, еще и семена заготавливаю. Еще и первая половина месяца не отвечена. Так что или терпение, или возврат денег. Вот у нас два варианта. Я одна, никаких помощников у меня нет. Я не могу одновременно и этим, и этим заниматься. Поэтому заготовку семян поставила на первое место. Ответы, рассылка номеров на второе. Потому что номера у нас не прокиснут. Платежи у нас тоже не загниют, не заплесневеют. Если вы заплатили, значит номер очереди у вас автоматически записанного у меня. Просто номер я вам пока не высылала. Все, до свидания.